начало войны в украине думаю изменила жизни каждого из нас в бессмысленной бойне гибнут тысячи людей а миллионы людей не знают как жить дальше человеческие жизни обесцениваются а на наши души наползает тьма апатии и страха и чтобы с этим бороться мы должны общаться друг с другом рассказывать что у нас на душе недавно я обратился к своим зрителям чтобы они рассказали что у них на душе 7 человек откликнулась и прислали свои видео уверен что многим из вас их откровения помогут справиться с душевной болью приятного вам просмотра таскливо от того что второй раз мой дом пытаются забрать люди которые говорят со мной на одном языке 24 число мне надо вставать на работу меня на 9 часов заведен будильник но 5 40 утра мне звонит мой охранник который работает у нас магазине службы охраны человек и говорит кирилл ты что спишь 5 40 утра говорю ну да типа и не могу понять я просто из кровати смотрю в окно за окном где ну типа фонари еще как бы не включили с ночи но я вижу как все во всех домах горит свет и люди суетятся и очень много машин на улице люди куда-то все идут я не могу понять что происходит и этот охранник в трубке говорит мне о том что война началась типа кого хера ты спишь и самое интересное что типа я ему сразу поверил каждая новая новость которая приходит с разных городов на как разряд молнии ты сначала не можешь поверить что происходит в реальность а когда ты понимаешь что все таки это произошло у тебя внутри наступает какое-то опустошение вечное чувство страха ты не знаешь чего тебе ждать не знаешь что будет завтра при этом у тебя есть ощущение стыда за страх у твоих знакомых у твоих друзей дела намного хуже чем у тебя и и некоторые из них страха не показывают я скорее всего тоже его испытывают вся жизнь которая была до этой войны она по сути была таким поступательным движением вперед и вверх с развитием личностным профессиональным в состоянии каких-то отношений широкие возможности для хобби возможность пойти купить какие-то качественные импортные продукты уверенность какая-то в завтрашнем дне и чувство того что я хозяин своей жизни да то есть я вот сейчас вкладываюсь во что-то и это принесет какой-то ощутимый видимый результат в будущем как оказалось право на такую жизнь это не норма по крайней мере для той стороны в которой живу а привилегия я работал я работаю директором магазина одежды это сетевой бренд компания огромная всемирно известная не буду наверное называть как бы но тем не менее директором я стал буквально пару месяцев до этого я там начал свой путь продавца консультанта и смог достичь как бы карьерного пикового роста и дальше я для себя рисовал такие фантазии картинки это переезд в киев и продвижение дальше по карьерной лестнице я вдруг понял что это не россия скатилась фашизм как ты говорил на стримах а она всегда такой была просто это как нацисты мы все россияне то есть кто из россии кто там родился даже если переехал то есть вина на тебе все равно лежит мне очень грустно того что россия напала что мне и моим родителям которые уже люди пожилые пришлось уехать уехать далеко не в россию потому что мы понимаем насколько это страшное место насколько это злое место сейчас многие мои знакомые уезжают а это значит что даже когда закончится путин и все вот это то меньше и меньше шансов сделать у нас со стороны что-то нормальное что молодые люди умирают на войне на бессмысленной другие уезжают в итоге останется страна старух стариков чекистов охранников пропадает смысл вообще делать что-либо у тебя теряется вера просто во все хорошее у тебя теряется вера в доброе и не знаю всему тому чему тебя учили с детства что надо быть хорошим что добро все равно победит так вот она и победила позиция по этому вопросу она разделяет людей и как на данный момент кажется разделяет необратимо хотя может быть я не знаю может быть время она степена там стирает 10 вообще все но сейчас кажется что это разделение она невозвратно просто ловлю себя на мысли что люди которые поддержат особенно так явно поддерживают войну и все всю эту историю я не могу себя заставить с ними общаться и даже не только с людьми в реальной жизни есть например могу привести пример я был подписан течение нескольких лет на один тематический канал смотрел читал течение нескольких лет своей жизни и вот сейчас внезапно почему не сразу по прошествии четырех месяцев пост от автора этого канала русский солдат всегда прав ну я понимаю что я больше не могу смотреть и читать этого человека хотя канал интересные несколько лет своей жизни действительно это делал стыдно быть русским быть орган после этой войны ну во первых друзья которые были за россии которые поддерживали просто идут куда подальше тоже самое с блогерами русскоязычные то есть то не сказал против всех вытянул остался короче что кобякадзе первый город мой родной город новая каховка это находится 70 километров от херсона пол в первый день город херсон я находился пол на третий день потому что они выстрелили мой торговый центр он наполовину сгорел они заехали в город не буду вдаваться в политические подробности и военные подробности того почему город сдали и его там плохо защищали хотя бы люди ребята защитили пытались защитить по крайней мере и на третий город заехали оккупанты и расстреляли ребят в парке это было я думаю все вы когда-либо в детстве возможно ходили на рынке видели как туши мясо продаются и вот это вот лежала в парке трупы лежали возле моего торгового центра по всем главным дорогам которые въезжали в город лежали трупы взорванная была одна машина оккупантов коктейлем молод молодого то то что я помню что я видел это потеря веры в человечество 21 век и мы вот до такого докатились снова при этом одновременно где-то убывает где-то прибывает часть веры в человечество у тебя появляется там где ты не ожидал люди начинают проявлять такое единение которое не видел наверное ни разу еще за свою жизнь было больно того что потерял можно сказать дом полностью потерял дело которым занимался много лет все это пришлось оставить было больно сейчас уже нет потому что после буча за это уже не больно а больно за не за себя даже за тех людей которым на долю выпало еще гораздо большее страдание в первые дни где-то еще в феврале многие украинские медиа запостили интервью дудаева где он говорит про расизм про то что будет война с украиной и у меня разблокировались вспоминания когда мелкий смотрел телевизор и там что-то говорили про спецоперацию все время это имеется ввиду 2 чеченская война ну тогда у меня никаких вопросов не возникало ну да значит каких-то боевиков там убивают фашистов ну не фашистов нам говорили террористов вот то есть вот это слово она появилась не в феврале этого года а всегда так было в российском обществе и в российском государстве существует огромная проблема и мне кажется что это не проблема неправильно принятых решений не проблема высоких кабинетов проблема сидит глубже на находится она растворена в обществе среди людей и и прежде всего это наверное страх страх какой-то иррациональность ну и начался длинный затяжно депрессивный период потому что когда в третий день войны они заехали они начали стрелять по нашим жилым домам которые находятся на краю херсона это было самое стрёмное и постоянно звучала тревога мы постоянно бегали в подвал я не знаю сколько раз мы бегали в подвал туда-сюда в какой-то момент это уже просто начало бесить потому что ты уже просто раздражительный от всего становится ты не спишь ты не ешь ты не моешься на четвертый день я решил пойти помыться я помню что просто стоишь в душевой кабинке с распахнутыми двери дверьми тип абсолютно все равно что там кто увидит для того чтобы ты услышал звук тревоги или ты услышал если будут прилеты потому что типа там душу очень плохо слышно осознание сам того факта что реально есть люди которые это поддерживают в принципе это поддержку я не знаю сколько их не знаю кто много больше меньше никаким опросам проводящимся в россии естественно верить нельзя но в принципе факт что они есть осознавать это очень неприятно их на чувство пустоты разочарованность в общем просто и в западе то есть я думал что за и быстрее зарегирует на что я надеялся если 2014 года он ничего такого не применял вот санкции которые идут сейчас они в 2014 году тогда бы может быть не было бы все он запад покинул украину и многие мои знакомые они хоть и уехали но они уехали там кто в грузию кто узбекистан это можно понять но вот допустим те кто живет в германии вот как они сейчас ощущают как вот жители германии сейчас ощущают действия германского правительства мы это конечно еще увидим вот надежда остается все меньше и меньше и получается что все как вот фильмах ужасов типа хай сосайти там где в конце они все слились такую такого монстра слезенька там первородный грех примерно про это же там все серии настоящий детектив ну про то что независимо от стран вот как бы есть мы люди а есть они элиты и они живут вообще по другим законам которые никак не связаны с моралью такие дела надежда только на англию америку больно за мариуполь больно за тех кто сейчас страдает в северном донецке больно за всех украинцев которые теряют жизни и больно видеть как мир лице западных стран штаты германия другие не торопится помогать разрешить эту ситуацию нам украинцам усталостью ты чувствуешь себя вымотанным но тем не менее у тебя нет времени на то чтобы отдохнуть твоя усталость для кого-то будет казаться еще цветочками у тебя постоянные мысли что могло быть хуже могло быть намного хуже у тебя постоянные мысли о том что ты должен делать хоть что-то даже если ты при этом делаешь что-то мысль о том что ты должен делать что-то еще никуда не уходит ты хочешь найти того кто даст тебе какое-то спокойствие скажет что делать кому-то может забиться под крылышко но никто не знает как достичь этого спокойствия никто не знает что делать как склеить уже разбитое а представить что из себя это разбитое тоже ужасно ты не хочешь от этого страгироваться нельзя переводить происходящее в просто цифры за каждой цифрой стоит то чего ты бы очень не хотел испытать и когда ты пытаешься найти того умного дядю который тебе подскажет что сделать как снова обрести некоторые внутренний покой ты понимаешь этих умных дядей нет умнее тебя во всяком случае все вокруг ходят и не знают что делать и чувствую не какую-то злость обиду вас скорее опустошение и пустоту и иногда страх того что типа есть деньги и неизвестно насколько их хватит бы работа пока есть но это все очень такое непонятное шаткое и приходится платить и покупать эти вещи которые у тебя типа есть подушки трусы ничего не было друзья помогли там чем-то едой впервые когда я вышел из центра гуманитарной помощи я просто заплакал потому что мне стало и жаль себя и мне стало очень стыдно в то состояние которое я находился и вообще это вся боль будто на меня накопилось потому что все время дум скрыл ленту ты постоянно общался со своими друзьями ты видел все с разных ракурсов ты видел какой пиздец происходит когда твои знакомые сидели под бомбежками в мариуполе и им удалось выехать слава богу многим не удалось что хочется сказать и почему я записываю это видео для того чтобы выразить поддержку всем гражданам украины всем кто потерял родных и близких всем кто остался инвалидом всем кто лишился жилья и у кого разрушена карьера у кого поломана жизнь знайте мы разделяем вашу боль то что наши нацисты орки делают там это просто психика это уже начинает спокойно воспринимать но это ненормально то есть последний вид еще смотрела перехваченный разговор с фантом там где человек просто ради удовольствия хочет перерезать горло просто перерезает город мирном гражданский просто жесть и кто-то боится того что тебя будут клеймить за то что ты родился русским так далее но часто ловишься на мысли что почему тебя должно пугать от со стороны если ты уже сам все меньше и меньше хочешь иметь общие с этой страной и потом ты понимаешь что под страной то скорее всего имеешь ввиду государства а саму страну ты хотел бы спасти но ты не знаешь как ведь путин не имеет ничего общего пушкину и достоевскому вообще ничего у тебя есть понимание что у тебя в голове пораженчество ты не хочешь победу своей страны это предательство или нет если это предательство так ли она плохо такому не учили тот факт что страна с таким колоссальным потенциалом ресурсом не только сырьевым прежде всего человеческим ресурсом проси действительно очень много талантливых людей и во что это все в итоге воплотилась это очень тяжело осознавать это очень огорчает и разочаровывает и как победить кемеру не ясно потому что в людях очень глубоко это сидит и мне кажется это очень надолго тяжу и верю каждый день что все будет лучше мы справимся все справятся наши военные справятся освободятся ваши оккупированные города я смогу вернуться домой я смогу забрать свои вещи банально не смогу обнять своих близких потому что многие не захотели выезжать что там бабушки дедушки там есть дома которые люди всю жизнь копили на все эти вещи на все эти дома то есть материальное все равно очень важно осталось и для многих это осталось даже важнее чем просто бросить все и уехать неизвестность тоже надо иметь силы для этого ты боишься за родителей они вряд ли уедут они обычно все-таки предпочитают оставаться там где живут даже если ситуация вокруг будет тяжелой как мы видим даже те кто под бомбежками живет часто предпочитает остаться там где где ему привычно жить даже если это чревато рисками а тут то риски будут всего лишь экономически всего лишь всего лишь будет хуже жить они никуда не уедут ты про это понимаешь и тебе страшно представить что и будет окружать с каждым днем мы теряем все больше жизни и от этого больно ну сейчас такие новости вроде как позитивные в том смысле что поставки идут оружие украинские военные осваивают быстро достаточно так я верю что все будет у нас хорошо все буду украина все будет добре мы звичайные люди такие же як и усе мы так уж хочемо жити и это велика велика проблема великий жар того что осталось потому что кто-то загрався дуже сильно и кто-то почав вырешивайте что нам краще а что нам не краще даниил 27 лет русский франции я не буду представляться скажу что из россии хотя по происхождению русский только на четверть наполовину еще белорусы на четверть украинец но данном случае неважно я родился и вырос в россии считаю себя русским человеком меня зовут дэнер виктор иванович мне 24 года я живу в россии в городе красноярск меня зовут ригорий мне 37 лет я человек очень взрослый я вырос в городе краматорск это донецкая область меня зовут кирилл я из украины город херсон зато вот посмотрите как собака плывет в пруду а вот вторая бегает рядом спасибо участникам этого видео что не постеснялись не побоялись прислать свои душевные метания еще раз повторю я считаю что очень важно общаться на эту тему прошу прощения что позволил себе отредактировать их обращение потому что это и задумывалось как такой диалог перекличка между несколькими людьми для того чтобы показать что где бы мы ни находились мы чувствуем с вами одно и то же тем не менее если сложить все их видео это было больше часа откровений поэтому чтобы не обижать участников и вы могли посмотреть полностью я все семь видео загрузил в интернет и ссылки на них в описании к этому видео и в прикрепленном комментарии вы можете посмотреть их отдельно особенно прошу обратить внимание на историю кирилла из херсона там почти полчаса он рассказывает как выбирался из херсона что там происходило по моему очень интересно и показательно но я надеюсь что эта рубрика станет постоянной присылайте ваши видео аудио о том что у вас на душе на мой email халецкий собачка gmail.com об этом тоже в описании и в прикрепленном комментарии будет написано кроме того не вошедшие в этот выпуск вот от этих ребят я добавлю в следующие несомненно и я надеюсь что после просмотра этого видео у вас на душе все-таки стало легче спасибо что досмотрели слава украине живи беларусь и россия будет свободной